МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость свободного взгляда сегодня депутат парламента Республики Молдова 16, 17, 18, 19 и 20 созовов. С 2010 года по январь 2015 член Политосполкома Центрального комитета по КРМ. С 29 декабря 2014 года заявила об отказе участвовать во фракции по КРМ в парламенте Республики Молдова. 22 января 2015 года заявила о намерении участвовать в выборах Башкана в качестве независимого кандидата. Ирина Влаг, гость нашей студии сегодня. Ирина Федоровна, здравствуйте. Добрый день. К вам накопилось очень много вопросов. С удовольствием отвечу на все. Вас давно, как-то так, вы очень активно присутствовали в жизни гаговского общества. Последний месяц вас было не видать, прям скажем. Причем, что ваш какой-то такой уход со сцены общественной, как мне показалось, случился после того, как вы объявили о своем нежелании быть во фракции партии коммунистов. И мы даже не успели задать вам этот вопрос. Чем мотивировано такое решение? Ну, для меня это было действительно непростым решением, потому что тогда, когда ты работаешь в команде 10 лет, принять решение расстаться с этой командой достаточно сложно. Еще и потому, что на самом деле я командный игрок. И так сложилось, что решение, которое было принято мною 29 декабря, оно формировалось на протяжении последнего месяца. Практически в декабре это решение было мною принято. Почему? Ну, все мы знаем, что мы были в парламентской кампании. Достаточно активное участие я принимала в этой избирательной кампании. Я была кандидатом по спискам партии коммунистов. И, наверное, в Гагаузии все знают, насколько активно я продвигала партию коммунистов, защищала интересы партии коммунистов и продвигала программные ценности. Эта кампания парламентская была действительно на самом деле непростой, потому что за всю парламентскую кампанию я провела 181 встречу с избирателями нашего региона. Можно сказать, и по улицам, и в учреждениях, и в коллективах, где меня только не было. Я рассказывала о программе, о команде и так далее, но всегда я останавливалась на двух моментах. В принципиальных моментах. Вот я хочу подвести вас к чему, почему я приняла решение 29 декабря. Буквально на каждой встрече я говорила о двух вещах. Вначале была встреча в конце. О том, что наши избиратели, избиратели Гагаузии, ни при каких обстоятельствах не должны голосовать за демократическую партию, либеральную демократическую партию и либеральную партию. Это был мой первый месседж, с которым я обращалась к нашим избирателям. И второй мой месседж заключался в том, что в случае, если партия коммунистов примет решение войти в проевропейскую коалицию, меня там не будет. Я сейчас не рассказываю вам вещи, которые... Вы это говорили своим избирателям? Всегда. Буквально на всех встречах. Тогда у меня вопрос. Но одновременно с этим вы говорили только по КРМ, только Воронин. И случилось 29 декабря не по КРМ и не Воронин? Я говорила немножко другие вещи. Я, в отличие от всех кандидатов депутата парламента, которые были представлены нашей партией по всему региону, взяла на себя ответственность и попросила руководящие органы нашей партии не выходить с этим слоганом «Только по КРМ, только Воронин». Мы в Гагаузии, если обратили внимание жителей автономии, мы говорили за референдум, за партию коммунистов. Но баннеры висели такие, но в этой программе вы сказали только по КРМ, только Воронин. Это первое. В свободном взгляде до выборов. Может быть. Баннеры мы вывешивали везде за ПКРМ и за референдум. На протяжении всей кампании я говорила о референдуме, который мы проводили 2 февраля и в котором принимали участие. И самый большой акцент я делала на ту программную установку, потому что действительно в предвыборной программе нашей партии речь шла о таможенном союзе. То есть разногласия были еще тогда? Разногласий не было. Я сказала, что я об этом буду говорить и я буду это делать. Вы получили на это поддержку? Я получила на это поддержку. На период предвыборной кампании? Не только на период предвыборной кампании. Тогда, когда мы готовились ко 2 февраля, если вы тоже помните, мы, депутаты КГУЗИ, продвигали эти ценности. В народном собрании? Да, в народном собрании, потом во время проведения референдума. Я последовательно в этом плане. Да, вы бывали на митингах, вы призывали. Да, на всех мероприятиях, на всех собраниях я была последовательна. И вот с этим же я и пришла на выборы в парламенте. Знаете, что всех удивило? Я думаю, что зритель, который сейчас смотрит программу, тоже хотел бы от вас получить ответ. Много уходов было с партии коммунистов в разное время, начиная с 2009 года. И всегда это очень бурно обсуждалось. Ваш уход не получил такой вот клеветнической, не клеветнической, но, во всяком случае, агрессивных обсуждений со стороны членов ПКРМ не было. Почему? Ну, мне сложно давать оценку, почему мне... Нет, вы как считаете? Потому что вы же хорошо знаете своих коллег. Значит, я хочу сказать, что я была в команде очень много времени. Я достаточно искренне была ко всем членам нашей команды и считала себя другом и товарищем. То есть никого никогда не оставляла один на один. Не знаю, в чем можно меня сегодня ввинить. Это первое. Второе. Все они реально понимают, что меня никто не купил, не перекупил, не переманил. Ну, моя позиция была озвучена и после выборов в парламент. И я встречалась с многими членами полиции полкома и Центрального комитета. Я открыто говорила после 30-го. Тогда, когда уже появились мысли. А, после выборов. Когда, да, когда уже появились разговоры, когда я стала понимать, что какие-то куларные переговоры ведутся, я начала встречаться со всеми и говорить, ни при каких обстоятельствах нам не нужно идти на этот сговор с проевропейскими партиями. Наши избиратели, избиратели в ГГУ, даже если за нас проголосовало 6 тысяч человек за нашу партию, но есть и другой процент избирателей, которые отдали свое предпочтение абсолютно другому вектору. И я, как депутат из региона, должна выражать те настроения, которые есть в нашем ГГУском обществе. Если появляется какое-то направление другое у партии, я открыто заявляю, что я в этом участвовать не буду. Но вот в тот день, когда вы заявили о том, что вы не хотите быть с фракцией, вы это сделали сначала публично? Мне просто интересно. Вы это сделали публично или вы сначала об этом сообщили своим коллегам? Я об этом говорила нескольким нашим товарищам из политосполкома. О том, что я не буду участвовать в этой коалиции. Ну, допустим, Воронину вы сказали об этом. Воронину я не говорила об этом. Воронин об этом узнал с вашей пресс-конференции? Нет, о том, что я уйду, Воронину не знал. 100%. Ирина Федоровна, возвращаясь к уходам, когда уходил, ну, в числе первых уходили, скажем, там, Мариан Лупу, Игорь Дадон, я вот запомнила ваше такое мнение о том, что уходя, надо было бы уйти вовсе с парламента, сдать свой депутатский мандат и уйти с парламента. Вот вы намерены это сделать? Да, выиграем выборы башками, так и сделаем. Если вы обратили внимание... А если вдруг? Ну, я думаю, что мы поработаем достаточно хорошо. А если вдруг не рассматриваться? Поработаем достаточно хорошо для того, чтобы освободить место депутата, следующему члену команды партии коммунистов, и работать, отдать все силы на то, чтобы наш регион развивался. А следующий член, интересно, я не знаю вашего списка, не из Гагаузии случайно? Нет, имя Шпак. Имя Шпак. Очень хороший, очень хороший человек. Я буду рада, я с гордостью ей передам это место. Вы знаете, еще во время предвыборной кампании было ясно, что вот вы сейчас говорите, что когда вы выходили на выборы, партия коммунистов обсуждала, вы, вернее, говорили, что нельзя сегодня быть приверженцем проевропейских партий. Но во время выборов каждому человеку, кто изучал, с каким месседжем выходит партия коммунистов, не только вы, как представители партии коммунистов в Гагаузии, но и в Кишиневе, было понятно, очевидно, вот такая же двухвекторность, которую преследовала ДПМ в Гагаузии. Мы с Россией, мы с европейскими партиями, вот это нужно было для того, чтобы партия, это было видно избирателям, Ирина Федоровна. На самом деле в программе было все четко обозначено. Я говорю не про программу, я говорю про риторику. То, что была риторика лидера партии иногда другой, была, я это признаю, это слышала вся страна, я так думаю, что он лично должен ответить за то, почему была такая риторика. А вы не просили ответить Воронину? Его не просили, потому что была избирательная кампания, и в это время, честно говоря, все находились в регионах. Но мы все вместе голосовали за ту программу партии, за ту программу предвыборную, которая четко обозначала восточный вектор. Там было это обозначено, у нас более того, у нас был съезд, на котором была тоже обозначена вектор восточный, потом у нас были пленумы центрального комитета, потом у нас сформировались различного рода группы. То есть все, что касается процедурных и организационных вопросов, у нас было все четко и ясно. Почему он принимал такие решения, выходил на телеэкран и говорил абсолютно другие вещи, которые разнились с программой нашей партии, ответить, наверное, сейчас уже можно. А народ возмущался в ПКРМ, что приняли одно, а лидер партии говорит о другом? В партии коммунистов хорошая команда. То есть возмущаются молча? Нет, возмущались не молча. Почему? Были люди, которые возмущались не молча. Но это не было слышно? Были заявления, может быть, отдельные, не такие яркие. Просто понимаете, какая ситуация? Когда идет избирательная кампания, ты концентрируешься конкретно на избирательной кампании. Если ты начнешь заниматься внутрипартийными политическими разбирательствами, то это серьезно ударит по самой кампании этой партии. По партии коммунистов это ударило. Вот избирательную кампанию тогда, когда 7 июня были исключены Мунтиан, Петренко, Ткачук и так далее. То есть это уже была такая серьезная подножка для партии коммунистов. Потому что сколько мы приходили на встречу, нас столько раз спрашивали. А что с Ткачуком? А что с Мунтианом? Вы тоже в передаче были с вами в прошлый раз. А вот вы осуждали, кажется, такое отношение Мунтиана к партии? Я осуждала одну единственную вещь. И об этом я сказала вслух на Пленуме. Я как раз о Пленуме. Я хочу сказать, за что я его осуждала. Понимаете, тогда, когда человек не принимает активного участия в избирательной кампании, как член партии, а потом приходит на Пленум, когда подводится итоги и осуждает работу, я это понять не могу. Если бы вперед предвыборная кампания, я лично осудила лично его. Вот мне там сейчас приписывают, что я якобы поддержала про Европейскую коалицию и так далее, и так далее. Я очень четко сказала Юрию Мунтиану, если ты считаешь, что ты можешь обсуждать наши действия, действия партии, ты должен был участвовать активно в кампании, высказывать все, что нужно, а потом давать оценку. А просто из кустов с биноклем смотреть и давать оценку, ну, это, по крайней мере, было не по-партийному в тот момент. Ирина Федоровна, вот вы говорите, мы ни за что не должны объединяться с проевропейскими партиями. У меня такой вопрос. Вот эта риторика ни за что не должны оставляет место для сотрудничества или просто не должны? Вы понимаете, проблема заключается в том, что лидеры этих проевропейских партий настолько дискредитировали все эти идеи, все эти ценности. И, конечно, диалог должен присутствовать. Мы не можем отделиться, мы не можем дистанцироваться. Мы живем в Республике Молдова, и Гагаузия должна развиваться. А когда нет диалога, развиваться, конечно же, просто-напросто невозможно. В нормальном обществе нет. Это нормально, потому что мы не можем остановиться просто-напросто на месте. Диалог конструктивный должен быть. Но мы должны осуждать незаконные действия тех лидеров, которые, допустим, по решению Конституционного суда признаются и обвиняются в коррупции, еще в каких-то вещах. То есть я считаю, что закон должен быть по главе угла. И поэтому, соответственно, я высказываюсь вот именно таким образом. Вы знаете, вот вы сами чуть выше подтвердили, что во время избирательной кампании предвыборной вы говорили о том, чтобы люди ни в коем случае не голосовали за эту партию, за эту партию. Вот у меня всегда возникал вопрос. Почему или когда наши политики, или чего не хватает для того, чтобы политики говорили о своей избирательной программе, а не потому, что надо ненавидеть этих, 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 а вот... Вот как складывается вот такая позиция агитационная? Ну, это нормальная позиция, если говорить чисто с теоретической точки зрения. Потому что можно выбрать риторику осуждающую, обвиняющую, а можно выбрать и позитивную риторику. Чаще бы забудирается вот такая. Когда ты находишься в оппозиции, задача оппозиционера заключается в том, чтобы показать изнанку жизни правящих. Потому что по-другому народ просто-напросто бы не знал всю правду. И поэтому это нормально, когда оппозиционеры людям рассказывают, что есть на самом деле. Чего не доделывает власть. Да, а власть, соответственно, она должна взять другую риторику. Она должна и говорить о том, что вот мы были столько-то у власти, сделали то, то, то. То есть это в политическом сообществе, в политической системе это нормально. Проблема в другом, чтобы не переступать грань. Вот, не переступать грань дозволенного. Ну, уходить от личностных оскорблений, уходить от каких-то необоснованных обвинений. Вот это, конечно, этому надо еще учиться многим. Давайте поведем дальше разговор вот о чем. Многие полагали... Ну, вот сейчас уже мы находимся... Я хочу в Гагаузи уже вернуться. Мы находимся теперь на пороге башканских выборов. Среди кандидатов, которые на протяжении четырех лет, с 2010 года, непрестанно, скажу, заявляли о том, что они возможные кандидаты, это вы и Николай Дудогу. Вот сейчас у самого порога, повторю, мы видим, что кандидатов достаточно много. На сегодняшний день их уже 10 инициатив подано в Центральную избирательную комиссию. Сегодня прошла ваша презентация, скажем так, да, прошла, на которой вы тоже объявили, что вы будете независимым кандидатом. Почему независимым? Ну, во-первых, как говорится, отмотаем пленку назад. Буквально в прошлое воскресенье проходило заседание инициативной группы в составе 260 человек, представителей со всех населенных пунктов нашей автономии. была представлена эта инициативная группа, сформирована, и эта инициативная группа обратилась ко мне с предложением баллотироваться на должное Пешкана Гагузии. Ну, так скажут все кандидаты. Ну, это было. Но у меня возникает, знаете, какой вопрос? Как вы объясните избирателям, что вчера вы были от ПКРМ, а сегодня вы независимый кандидат? Очень просто все это объяснять. Вот тем, что мы говорили до сих пор? Ну, конечно, это четкая позиция, понимаете, это принципы, это мотивация достаточно серьезная. А как вы думаете, это ударит по вашему рейтингу? Одно дело, когда вы были от такой сильной, мощной партии, и об этой сильной, мощной партии вы рассказывали в период предвыборной кампании, и люди, возможно, и за это проголосовали, потому что кампания-то была предвыборная парламентская, то есть люди голосовали за партии. Ну, тут нужно разделить. Есть парламентская кампания, есть башканская кампания. Ударит ли то, что вы не от ПКРМ? Башканская кампания, она в основу своего угла, и для избирателя. В первую очередь, оценивается личность, его качество, его навыки, его опыт и так далее, и так далее. Я, наши люди, вот, жители нашей автономии, конечно, есть определенный процент людей, которые берут за основу партийные принадлежности. Ну, значит, так должно быть. Значит, они должны голосовать, исходя... Есть правда в том, что на этих выборах чуть другое отношение к кандидатам, потому что личностное качество выше. Но вы сказали, важна личность, это правильно, важны еще и те люди, которые вокруг этой личности собрались. Давайте посмотрим наш сюжет, а потом продолжим наш разговор. Поэтому я с чистым сердцем согласилась на предложение инициативной группы неравнодушных сограждан со всех регионов нашей автономии баллотироваться в качестве независимого кандидата Башканы-Гагаузи. Залог успеха любого руководителя – это его команда. С гордостью хочу заявить, что такая команда у меня есть. Каждый член нашей команды пользуется непререкаемым авторитетом в своих населенных пунктах и отличается профессионализмом и высокими личными качествами. Это председатель городского совета Константин Килиш, это примар был, конечно, Федор Терзин, примар коммунный светлый Павел Фельчаков, депутаты Народного собрания Кер Николай Николаевич, Богдан Семен Петрович, Драган Николай Семенович, Роман Тютин. Это люди, которые являются общественными деятелями, культурными деятелями. Эти люди, которые болеют и ратуют за нашу автономию и за республику Малтану в целом. Вместе с моей командой, у которой имеется внушительный опыт управления и отложенные связи по всей автономии, я готова вступить в борьбу. Ирина Федоровна, вот такую команду вы представили сегодня. Она не вся. Здесь на презентации было всего лишь несколько членов нашей команды, потому что наша команда намного больше. Сегодня рабочий день. Я насчитала 16 человек. Знаете, к чему мой вопрос? Насчитала 16 человек, которые сегодня стояли за вашей спиной. И единственная женщина, Олеся Таносогла, еще выглядывала из-за вашей спины. И я вот хотела бы задать вопрос, а что с гендерным равенством? Все в порядке. Мало женщин. В нашей команде достаточно женщин, очень хорошие, подготовленные. Как мне было, как мне, мне было чуть-чуть непонятно это. Поэтому в связи с этим вопрос. Почему так? Ну, надо уже как бы убить и другие стереотипы. А то вот у нас говорят, что у женщин в команде должны быть только женщины. На самом деле в нашей команде и мужчины, и женщины. Вообще у нас по половому признаку ничего не определяется в команде. Это профессионализм в основу, это опыт, это навыки, умения и так далее, и так далее. То есть, я еще раз повторяю, это некоторые члены нашей команды, потому что наша команда намного больше. Нас часто обвиняют в том, что вот у нее там команда, нет еще чего-то, нет. Вы знаете, я не тичусь никогда, не тичусь по своей природе, а когда необходимо, по факту мы представляем все как есть. Я рада тому, что очень много хороших людей, не просто потому что они хорошие, а подготовленных, порядочных, ответственных и дисциплинированных. А вот новых нет. А новых нет. Есть и новые. Мы их не видели? Вы их не видели? Увидим еще, да? Конечно, увидите. В течение всей этой избирательной кампании еще будет очень много сюрпризов. И в моей избирательной кампании, и в моей избирательной программе. Жизнь покажет и откроет меня как кандидата в другом немножко свете. Поэтому сюрпризы мы оставим. Хорошо, Ирина Федоровна, для меня, знаете, у меня возник вопрос по одной вашей мысли, которую вы высказали сегодня, когда вы презентовали свою идею быть независимым кандидатом. Вы сказали, независимый курс Гагаузии направлен на тесное сотрудничество с Россией. То есть мы выберем независимый курс, вы выберете, независимый курс Гагаузии направлен на тесное сотрудничество с Гагаузией. У меня вопрос, как это возможно и как это будет выглядеть? И к чему это? Как может быть независимое отношение с Россией, тогда, когда мы живем в стране, в Молдове, и никаких полномочий у Гагаузии сегодня заключать какие-то договора, как страна, отдельно независимой у нас нет, мы внутри страны. К чему вот эти? Екатерина Федоровна, это вырвано из контекста, как бы, если мы вернемся к началу... Нет, это ваша мысль. Нет, нет, она есть. Но если мы вернемся к началу в брифингах моего выступления, у меня есть два очень важных приоритета. Это суверенитет Республики Молдова, независимость Республики Молдова. И Гагаузия как неотъемлемая часть нашей Республики Молдова. Это первое. Мы будем выступать, ваша фраза звучит, за независимый курс Гагаузии. Нет, это продолжение того курса, который мы избрали 2 февраля 2014 года. Но мы после передачи с вами сможем еще раз отмотать, как вы говорите, пленку, посмотреть. Видео есть. Меня именно это и не то, что возмутило, бога ради, это ваша мысль, но мне непонятно, как это может выглядеть. Нормально, экономические отношения, которые уже выстраиваются. Между нашим регионом и между регионами Российской Федерации это делали и предыдущие наши руководители. Это и надо делать внутри страны. Конечно. Ирина Федоровна, скажите, вот и совсем недавно появилось... Потому что это серьезно ведет на экономическую составляющую нашего региона. Мы неоднократно говорим именно о том направлении экономическом, которое есть. Мы говорим о проблемах, мы говорим о проблемах сельского хозяйства, мы говорим о перерабатывающей промышленности. А все это очень взаимосвязано именно с Российской Федерацией. Это надо знать и понимать. Ирина Федоровна, вы хотите использовать вот этот российский конек на выборах Башкана? Здесь ваша польза? Я не знаю, что значит использовать конек. Ну, к примеру, то, что было использовано партией социалистов во время предвыборной кампании парламентской. Баннер, фотография президента той страны, еще что-то. Ну, какие-то такие штучки, дрючки будут? Я говорю, что будет много сюрпризов. Не исключайте такое. Давайте подождем сюрпризы. Это же нормально. Я же не могу оппонентам. А я хочу задавать вопросы. А мои оппоненты же вот сейчас будут смотреть на их. Вы хотите карту раскрывать. Вот так вот здесь у нее такая фишка. Здесь такая, ну давайте мы как-то. Не-не-не, сюрпризы они всегда. Ну, верен, все. Они должны присутствовать в компании. Их нельзя озвучивать заранее. Компания должна быть интересной. Вы хорошо поработали с политтехнологами. Я чувствую себя. Честно говоря, 10 лет в политике. Я не работала с политтехнологами. 10 лет в политике ты уже сам становишься таким, каким ты становишься. По-другому быть не может. Потому что когда-то 10 лет работаешь с избирателем, понимаете, я не кабинетный депутат парламента. И наши жители региона это очень хорошо знают. Я как никто другой. Не потому что я сейчас себя хваю. А все об этом знают. У меня каждый день это какое-то село. Каждый день это какое-то учреждение, какая-то организация. Я не сидела в парламенте и не отсиживала брюки просто там в кабинете. На самом деле, я всегда работала с людьми. Я знаю, что хотят люди. Я знаю их проблемы. Я знаю их радости. Я знаю их стремления. Но то, что они хотят сейчас, они хотели в 2008-2010. Всегда люди этого хотят. Иметь работу. Жить спокойно. Иметь надежное будущее для своих детей. Хорошего руководителя. На самом деле, да. И в регионе. И не только, и в стране. Хочется хорошего. Ирина Федоровна, давайте чуть-чуть вернусь к тому, какие будут фишки. Хоть вы и сказали о том, что вы не хотите об этом говорить, но настолько, насколько это возможно, высказываете сегодня свои мысли. Некоторые кандидаты, некоторые не кандидаты, а задекларированные уже имена на должность кандидата в Башканы, говорят, проводили свои съезды и предлагали представителям одной страны, другой страны присутствовать возле них, с тем, чтобы создать какое-то такое, формировать мнение у избирателя, что Россия с нами, Турция с нами. Вы будете прибегать к такого рода электоральным штучкам? Ну вот видите, вы говорите, они говорили об этом на этапе как бы регистрации заявления. На этапе заявления, регистрации я такие вещи не делала. Я заявила о том, что ко мне обратились люди, я показала часть своей команды, то есть... А я уже спрашиваю по предвыборной кампании. Я привлекала свои внутренние ресурсы, определенно, конечно, я их не полностью раскрыла. Возможно, различного рода вещи, Натона и избирательная кампания, чтобы ты применил все свои внутренние ресурсы и все свои возможности для того, чтобы убедить избирателя, что ты достоин находиться на этой должности. Хорошо, другой вопрос. А внешние ресурсы вы будете привлекать к своей избирательной кампании? А по закону мы не имеем права вообще внешние ресурсы использовать. Но я сейчас говорю вот об этом же. Какие-то личности, персоны из той или иной страны, в частности, вы говорите, что вы... На этом этапе никаких личностей, никаких. То есть никто не будет рядом с Ириной Влахой, не будет говорить о том, что... Со мной моя команда. Вот это наш кандидат, вот голосуйте. Возможно, в период избирательной кампании различного рода. Может, кто-то из кишиневских политиков тоже захочет стать и сказать. Мы считаем, что из 10 или 15 кандидатов Ирина Влаха лучшая, допустим, потому что мы хотим с ней сотрудничать потом в перспективе. Было бы хорошо, если бы это было как-то так, по отношению к одному кандидату. Да, так или иначе, башкан автономии не должен враждовать, башкан автономии не должен устанавливать блоки. Башкан автономии должен всегда находить диалог со всеми партнерами, и с внутренними, и с внешними. Абсолютно верно. И это должно закладываться заранее. То есть отрицать мне девичные нельзя. А как вы намерены находить этот диалог, если вы говорите однозначно против проевропейских партий, а сегодня власть проевропейская в Молдове? Я против той политики, которую они продвигают. Ну, вы будете сталкиваться с политикой той, которую они будут дальше продвигать. Но личностные отношения со всеми с ними у меня хорошие. А вы же идёте башканы не для продолжения личностных отношений, а вы идёте башканы для того, чтобы отстаивать интересы Гагаузии. Правильно. Я буду строить с ними конструктивный диалог во благо интересов жителей автономии. А как вот это удастся, если вы говорите, что... У вас есть такая уверенность, что... Конечно. Я даже не сомневаюсь в этом абсолютно. Абсолютно не сомневаюсь. Почему? Над этим хочется размышлять? Я уверена в том, что кто бы ни находился во власти, для них очень важно, чтобы в регионе была спокойная, нормальная, стабильная обстановка. Я её смогу обеспечить. Я не смогу. Я знаю, как это надо сделать. Какие основные аргументы? Аргументов к этому достаточно. Ну, чем вы сможете обеспечить? Я по себе очень конструктивный политик. Я коммуникабельный политик. Я имею достаточно хорошую программу, которая будет предложена и нашему Гагаузскому сообществу, и будут предложены предложения к центральной власти для нормального сотрудничества, взаимопонимания и работы. То есть всё это есть, мы всё это будем озвучивать в ближайшее время буквально. Ирина Фёдоровна, опять же, возвращаясь к вашей работе, 4 года в Гагаузии, вы на самом деле протопали достаточно хорошо в автономии, в сёлах вас знают, вы благотворительные акции, об этом мы говорили и в прошлой программе, вы работали над собой. Вот я задала вопрос, с вами работали политтехнологи или вы с ними работаете? А ещё вы работаете со стилистами. Вот в прошлую предвыборную кампанию, когда вы баллотировались в Башкану в 2010 году, у вас была брошь, которая сопровождала вас всегда. И это была такая некая находка стиля Ирины Влах. А вот сейчас в ваших ушах, я уже не в первый раз, и сегодня в программу вы пришли, Гагаузские серёжки. Есть такое. Это вот, да, покажите. Это то, что носила бабушка. Да и многие, да, помнят, что... Серёжка мне подарила моя свекровь. А вот это сейчас... Двадцать лет назад. Это сейчас появилось как... Да, это и близость к традициям, это определённый сигнал нашему Гагаузскому сообществу. То есть я отсюда, я близка к этому всему. Это такая предвыборная штука уже? Нет, я хочу объяснить вот таким неформальным, знаете, месседжем. Я отправляю, что для меня всё, что связано с традицией, для меня это очень важно. И я приложу все усилия для того, чтобы мы могли развивать наши традиции. То, что касается Гагаузского языка... Говорят все, но никто не развивает. Всё правильно, Екатерина Ивановна. Не развивают те, которых вот народ избрал и ошибся. Но нельзя на всех мешать. Что мы вечно ошибаемся. Ну, мы ещё очень молодые. Ну, что такое 20 лет во всей этой истории? Юность. Кто-то вправе делать ошибки, боже мой. А кто-то потом будет эти ошибки исправлять. У каждого своя миссия. Поэтому я думаю, что у меня миссия другая. Ирина Фёдоровна, члены вашей команды, вы говорите, вот это такие люди, которые... Не все ещё представлены, и оно и понятно, потому что, собственно говоря, официальная предвыборная кампания только начнётся после того, как вы получите регистрацию, что вы кандидат Башкана, да? Но предварительные процедуры, которые надо будет провести всем для того, чтобы подать документы на регистрацию, подписные листы. Уже более двух недель ведутся разговоры. Да и не просто разговоры, мы это знаем, собираются подписи. Ваша команда тоже стучалась в дома. Я сейчас говорю о представителях ваших. Стучалась в дома, просила у людей документы, паспорта. Вот что это была за акция? Для чего эта работа делается? Мне звонили журналисты вашего портала и задавали этот вопрос. Тогда, когда ко мне они обращались, на самом деле я не владела информацией о том, что происходит. Даже назвали село тогда Чукмайдан, если я не ошибаюсь. Но вы хотите сказать, что это провокация какая-то? Нет, абсолютно это не провокация. Абсолютно это действительно те, кто сегодня вошёл в инициативную... Я уже выяснила это после всего этого. Те, кто вошёл в инициативную группу, они просто-напросто делали замеры. Им просто было интересно. На самом деле человек, на которого они ставят, которого они хотят увидеть, он интересен гагаузскому сообществу или неинтересен гагаузскому сообществу? И что сказали эти замеры? Ну, я не знаю, что сказали эти замеры. Сами не поделились? Нет, не то, что со мной не поделились. Проблема абсолютно не в этом. Я думаю, что результаты замеров будут 22 марта. Говорить сейчас о чём-то абсолютно рано. Но есть кандидаты, которые любят похвастаться тем, что у нас замеры хорошие. Я имела право задать вопрос, вы имели право на него ответить. Я хочу сказать, что в любом случае уже есть постановление Центральной избирательной комиссии. Завтра нам всем будут выданы подписные листы. И все сколько там нас... Вас обрадовало то, что Народное собрание приняло решение об уменьшении порога количества сбора подписей? Ну, у меня двоякое отношение к этому. Если говорить о чисто юридической точке зрения, то это решение было принято незаконно. На самом деле, потому что уже и шла избирательная кампания, уже было решение постановления Народного собрания о назначении даты, о формировании цикла и так далее. То есть это абсолютно незаконная норма. Это я вам говорю... А сделано для чего? Я говорю это как юрист. Если говорить это с чисто политической точки зрения, то приняли такое решение. Боже мой, значит будем выполнять то решение, которое было принято Народным собранием Гагрузии. Пускаться сегодня в судебные тяжбы я не вижу необходимым. И я лично эти вещи инициировать не буду. Но тогда, когда закончится эта избирательная кампания, я лично во главу угла взяла бы именно избирательное законодательство. Потому что наши народные избранники начинают, извините, ковыряться в законодательных актах тогда, когда у нас на носу выборы. И поэтому мы получаем то, что получаем на самом деле. Гагауши, делай им рта, капуя, дай андына. 20 лет так было, что собирали 5000 подписей. Нормально, все укладывали, все было хорошо и замечательно. А вот сейчас кому-то захотелось, кому-то там понравилось, кому-то... У кого-то есть цели какие-то, намерения увеличить, разбросать, может быть, голоса. Может, еще... Меня это не пугает. Ирина Федоровна, вас пугает то, что кандидатов будет... Ну, не знаю, много. Говорят, их будет до 15, сегодня уже 10. Много-мало. Вас это пугает? Абсолютно ничего не пугает. Хоть плюс 25 будет. Каждый из этих 15, 10, 25, он должен, наверное, свой шанс попробовать, использовать свой шанс. Каждый должен сделать замер, о чем мы говорили выше. Что он действительно, как он оценит в нашем ГГУ. А из всех кандидатов, которые... Ну, из всех претендентов, скажем, это будет правильнее. Кто для вас представляется более сильным конкурентом? Ну, в целом, из тех, кого вот сегодня мы уже знаем... Заявлены. Да, заявлены люди с намерениями. Все очень хорошие, сильные ребята, достаточно амбициозные. Я так думаю, что результат покажет. То есть это нормально. Это нормально, что у нас есть столько много кандидатов. Это нормально, что они заявляют о своих амбициях. Конечно, сложно будет нашему избирателю, как всегда. Бюллетень там будет метр или еще сколько-то будет. И просто выбрать достойного всегда будет достаточно сложно. Ну, на то они и выборы, чтобы был выбор. Ну, и у каждого есть право выдвигаться. Все правильно. Ирина Федоровна, скажите, а то, что... Я, насколько понимаю, отношения с ПКРМ у вас не полностью разорваны, так? Ну, вот разорвали уже вчера. Исключили меня из политоисполкома, исключили меня... Дружеские, человеческие, какие-то там еще отношения остались? Ни с кем не общаюсь. А вот с Олегом Горизан, скажем? Из тех, кто, допустим, в Центральном комитете, ни с кем, после 29 декабря не общалась ни с кем. Ну, с Олегом Горизан мы тоже не виделись после 29 декабря. Но я думаю, что будем общаться, что-нибудь. А вас удивило то, что он тоже выдвигается? Нет, я знала об его амбициях. Знала давным-давно. Нормально, что он выдвигается. А вот, понимаете, не было никогда такой вот идеи? Ну, может быть, если люди, которые долго находились в одной партии, давайте обсудим, может быть, мы будем как-то там кооперировать свои силы, чтобы быть сильнее. Вот не было таких обсуждений? Это хорошая идея. Это на втором туре было? Это хорошая идея даже на первом туре, когда есть желание это обсуждать. А когда у кого-то нет желания, ну, значит, надо каждый идти своим путем. А потом к финишу, может быть, что-то поменяется. Ирина Федоровна, вот это... Но диалог нужен. Диалог нужен. А вы инициируете этот диалог? Еще не инициировала. Ирина Федоровна, скажите, ваше молчание вот месяц лишним? Каникулы были парламентские. Каникулы были парламентские? Ну, Гагаузия в преддверии башканских выборов, прям сразу после парламентских. 29 декабря я заявила, и 10 я опять появилась. Ну, 10 дней мне не было. Ну, не такой-то большой срок. Ну, как-то так вот, наверное, потому что эти ваши заявления не получили вот таких вот широких обсуждений, поэтому кажется, что вас давно нет на общественной арене. В связи с этим у меня вопрос. Вы появились недавно в России, в Москве. Мы видели видеоролик размещенный. Благое дело, хорошее. Но у меня вопрос вот какой. Я сейчас говорю о помощи больному ребенку. Это на самом деле здорово, что такие инициативы продвигаете, помогаете. Но у меня вопрос. Вы появились рядом с Якубовым Юрием, бизнесменом российским, уроженцем города Чидерлунге. Это вот такой далекий намек на то, что посмотрите, у меня есть в России друзья, нашему электорату, или как? С Юрием Николаевичем мы знакомы. Юрий Николаевич финансировал референдум, насколько нам было известно тогда, в феврале. Мы с ним знакомы более 15 лет. Это вот для тех, кто просто-напросто не знает. И мы дружили с семьями. У меня очень хорошее теплое отношение с супругой Людмилой. Поэтому говорить это о том, что у кого где как есть. Можно говорить по-всякому. Я вопрос задаю. Да, отношения у нас очень хорошие, теплые, достаточно такие продолжительные, что называется. То, о чем говорите вы, эта проблема была. Ко мне обратились родители еще до Нового года. Приходил отец, Семен. Вот я обратился. Действительно ситуация была очень тяжелая. И мы тогда чем смогли? У нас были определенные возможности, поддержали. Но по сравнению с тем, какую помощь оказала Юрий Николаевич, конечно, это... Один миллион рублей, да? Да, один миллион рублей. Я просто позвонила, потому что там ситуация была безвыходная. Мне звонили родители, сказали, что прошли они пять процедур нужны, а шестая болезненная процедура, достаточно дорогая. Я обратилась по-человечески. Он откликнулся. Я думаю, что это хорошо, что человек откликнулся, и мы этого мальчика поддержим. У нас у журналистов возникают вопросы. Ну вот появился человек в кадре с Юрием Якубовым, который дал деньги на лечение. Ну вот присутствие Ирины Федоровны вызвало такой вопрос. Для чего? Теперь у Юрия Якубова прекрасные такие же хорошие отношения с Михаилом Формузалом. В Гагаузии маленькая, мы здесь все русские, друзья и братья. Ну тем более, что они уроженцы одного города. Ну об этом Михаил Макарович не раз говорил, что это друг и человек, который поддерживал и финансировал референдум. Вот у меня вопрос. Многие эксперты политические в Молдове говорят о том, что мнение Башкана будет играть важную роль в выборах. Вы рассчитываете на поддержку Михаила Формузала? Можно ли делать какую-то связь между Юрием Якубовым, вами и Михаилом Формузалом, как поиск бонуса для этой предвыборной кампании Ирины Лах? На самом деле у Формузала действительно есть рейтинг доверия. И есть определенный процент населения, которому доверяют и, наверное, прислушаются к его мнению в тот момент X, когда надо будет принимать решение. У меня не было ни с Юрием, ни с Башканом разговоров абсолютно на эту тему. Если у них там есть какие-то свои дружеские отношения, то, насколько я понимаю, господин Формузала будет выдвигать господина Базаджи Сергея. Да, есть такая интереса. Поэтому сегодня как бы привязывать... Я не готова сегодня говорить об этих вещах. То есть если бы у него не было своей кандидатуры, можно было бы нам с вами подискутировать. Но с учетом того, что Сергей выдвигается от Михаила Макаровича, может быть, надо этот вопрос задать Сергею. А не мне. Зададим. То есть вы убеждаете, что вас в этой связке быть не может? У меня хорошие отношения с Якубом. Действительно, хорошие человеческие отношения. Но вот этот тройной союз я сегодня не рассматриваю. Ирина Федоровна, но также в Гагаузе очень многие предполагали, что Ирина Влах может быть... Потому молчит долго Ирина Влах и не заявляет, что она будет выдвигаться кандидатом, а потому как она обсуждает с партией социалистов Дадона поддержку ее кандидатуры. Дыма без огня, как известно, не бывает. Были такие разговоры или что это? Не было никаких разговоров. Абсолютно. Мы были оппонентами на эту избирательную кампанию. Единственное, о чем я могу сегодня сказать с уверенностью, что с момента проведения референдума до парламентской кампании, на самом деле, принципы и задачи у нашей партии, партии коммунистов и партии социалистов, шли параллельно. То есть цели, задачи, идеи, направления было практически одним и тем же. Может быть, поэтому многие аналитики, эксперты говорили о том, что я пойду от партии социалистов. Вы видите, я сегодня заявила, что я иду как независимый кандидат. Ирина Федоровна, навсегда кандидаты, когда выходят, говорят о том, что нам нужно, мы будем просить, не то, что будем просить, но нас будут поддерживать вот эти лица, эти лица. Вот мне хочется знать, какие такие авторитетные лица могут быть сегодня людьми, которые будут продвигать вашу кандидатуру в ГАГовском обществе? Вы имеете в виду членов команды? Я имею в виду сейчас, может быть, лидеров из Кишинева. Я вот хочу сказать вам, значит, если бы были какие-то... Потому что нужно... На этом этапе я еще как кандидат не зарегистрирована. Я сегодня только заявила о том, что завтра... Вы же все себе готовили 4 года? Да, завтра. Ну, видите, 4 года назад я шла от партии коммунистов. Вы же видите, как ситуация меняется. Сегодня мы говорим одно, завтра может произойти абсолютно другое. Если появятся люди, которые будут вместе со мной продвигать все ценности программные, о которых мы говорим с нашей командой, поддерживать нашу автономию экономически, социально или еще как-то, я готова с ними обсуждать все эти вопросы. То есть я еще раз говорю, никаких стен и дистанций абсолютно не будет. Я буду делать все во благо того, чтобы регион нормально, конструктивно, спокойно работал и экономически развивался. Если появятся люди, которые готовы поддержать нас, наши двери открыты. И мы готовы работать со всеми. Ирина Федоровна, вы говорили о том, что благотворительные акции, которые вы проводите, они финансы на проведение этих работ, мероприятий, берутся из фонда, который аккумулируется из поступлений бизнесменов. На что вы будете проводить свою предвыборную кампанию? Это внутренние ресурсы. Мы по ним отчитаемся обязательно. У нас закон очень четко обозначен, что каждый кандидат... Во-первых, мы ждем, что объявит Центральная избирательная комиссия. То есть должно быть обозначено постановление ЦИК о том, какую сумму кандидат имеет право израсходовать свою избирательную кампанию. У многих кандидатов есть проблемы с финансированием. У вас есть такая проблема? Думаю, что нет. Многие кандидаты ищут себе деньги. Мы знаем, я в личной беседе... Мы к этой избирательной кампании готовились 4 года. Рядом с нами есть очень хорошие наши партнеры, друзья, которые заинтересованы в том, чтобы мы хорошо, достойно ее приняли. Многие говорят, что вы единственный кандидат, который имеет хорошую медийную поддержку. Вы к этому готовились? Что значит медийная поддержка хорошая? Ну, порталы, телевидение, радио. Ничего я не готовилась. Я просто работала. Просто работала и все. Спасибо, Ирина Федоровна, за сегодняшний разговор. Ну, наверное, предстоит работать всем, кто заявил о том, что хотят быть кандидатами. Ну и мы оставляем за собой право приходить в наши студии и говорить о своих позициях. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Гостем программы «Свободный взгляд» сегодня была Ирина Влах, депутат парламента Республики Молдова. Субтитры создавал DimaTorzok